всем привет у нас сегодня видео будет кулинарная с очень вкусным рецептом сегодня мы с вами будем готовить самый настоящий закарпатский бограч это очень вкусно я уже пробовала мне очень понравилось и хочу поделиться с вами этим чудесным рецептом что нам понадобится три вида мяса у меня здесь ребрышки свиные говядина и копченые свиные ребрышки здесь по вкусу в произвольном количестве здесь такая полосочка ребрышек грамм у меня 400 говядины чуть меньше и такой небольшой кусочек штук 8 вот таких вот копченых ребрышек помидоры грамм 400 500 я вот так вот мелко нарезала два крупных зубчика чеснока мелко порезать у меня был огромный вот такой болгарский перец я его нарезаю крупным кубиком одна большая луковица полукольцами морковь не на терке а какими-нибудь кусочками один острый перчик можете регулировать сами остроту как вам нравится добавить больше меньше и картофель у меня здесь пять вот таких вот крупных картошечек девочки по специям что нам понадобится томатная паста смесь перцев паприка я добавлю немножко обычной паприки и немножко копченой душистый перец лавровый лист и конечно же соль ингредиенты очень простые и это очень вкусно получается берем казанок или вот такую большую кастрюлю с толстым дом как у меня я налила совершенно немножко растительного масла и начинаем обжарить наши ребрышки с двух сторон чтоб они знаете стали такие прям золотистые вместе с ребрышками обжариваем и говядину копченые ребрышки пока оставляем ждать своего часа я вот так перемешку выкладываю чтобы свинина была перемешку с говядиной такое мясное блюдо и очень вкусно чем жариваем дом золотистого такого слегка как это корочки так знаете как мясо как говорят допечаталось да мясо обжарилось с одной стороны переворачиваем на вторую и тоже обжариваем до вот такой вот красивой золотистой корочки мясо готово теперь добавляем сюда нарезанный полукольцами лук и морковочку и тоже все перемешиваем и обжариваем лук с морковью обжарились теперь добавляем сюда лук у меня полупольцами мне нравится здесь не мелко обжариваем до готовности лука и морковь и лук с морковью обжарились теперь добавляем сюда сладкий перец видите я крупненько нарезала так вкуснее и также добавляем помидоры и чесночок тоже сюда все хорошо перемешивать все вместе хорошо подружилась аромат вообще когда перец чеснок помидоры соприкасаются с горячим мясом это ароматы просто на весь дом все хорошо перемешиваем девочки и накрываем крышкой и тушим под крышкой на небольшом огне 15-20 минут для того чтобы перчик и помидорчики стали более мягкие пока тушится мясо я отмерила специи у меня здесь молотый перец по вкусу 3 горошины душистого 2 лавровых листика столовая ложка с горкой соли ну каждый добавляет на свой вкус кому сколько нравится и по чайной ложке с горкой обычной паприки чайная ложка и копченой паприки чайная ложка подготовьте сразу специи потому что сейчас как только протушится мясо с овощами будем добавлять все наши остальные ингредиенты прошло 15 минут посмотрите как стушились овощи классы как это петельно и сейчас будем добавлять все остальные ингредиенты томатной пасты нам нужна такая прям полная столовая ложка вкусненько будет теперь высыпаем весь наш картофель эти кажется что несколько карташинок а по факту у нас получается целый целый казанок картошечка теперь ребрышки копченые раскладываем готова ребрышки засыпаем все наши специи и центр для остроты добавляем острый перчик можете сушеного добавить сколько вы хотите острого но как по мне так вполне достаточно и заливаем все водой воды должно быть столько чтобы она не до конца вот где-то вот так видите суп это такой бограч такой густой суп видите до конца не нужно накрываем крышкой и не открываем в течение часа даем час нашему супу на маленьком огне томится правда уже красиво прошел час аромат на всю кухню выглядит очень аппетитно выключаем печь смотрите как это вкусно красиво обязательно приготовьте и попробуйте при подаче можно посыпать зеленью которую вы любите укроп петрушка кинза кто что любит всем приятного аппетита надеюсь этот рецепт вам понравился